Всем привет, с вами Андрей с очередной подборкой новостей интернет-сообщества НАПЭ. В минувшие дни произошел снос прилавков и навесов на рынке казачьей. На территории работает тяжелая техника. Рабочие освобождают место от строительного мусора. У пользователей сети на это неоднозначная реакция. Кто-то радуется новым очищенным локациям в городе и ждет появления на этом месте обещанной властями зеленой зоны. А кто-то напротив сожалеет о потере удобной торговой площадки и возможности покупать свежие продукты в шаговой доступности от дома. Пост собрал более 10 тысяч просмотров и чуть меньше 50 комментариев. 24 января в Анавском храме преподобного Серафима Саровского испекли 36 булок хлеба по специальному рецепту 1941 года, который придумали для жителей блокадного Ленинграда. Волонтеры Победы проведут раздачу хлеба по оригинальному рецепту с 25 по 27 января. Получить его можно будет по следующим адресам. Всероссийская акция «Блокадный хлеб» приурочена ко дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в 1944 году. Пользователи вспоминают историю и обсуждают трагедии пережитых времен. Кадры сноса самостроя в природоохранной зоне Витязева опубликовали в сети. Всего сейчас в селе Витязева на основании решения Анапского городского суда начался снос четырех незаконных пятиэтажных строений. Сейчас исполняется вступившее в законную силу решение суда. В феврале прошлого года Витязева также признали самостроем и снесли четырехэтажную гостиницу. Подписывайтесь на наш YouTube канал, присоединяйтесь к обсуждению в социальных сетях. Все самые интересные и актуальные события читайте на сайте anapa.life. Полезные ссылки в описании.